Владивосток на сегодняшний день один из лидеров по числу автомобилей на дорогах города, а значит в больших объемах потребляется автомобильное топливо. В начале зимы владельцы независимых АЗС столкнулись с нехваткой зимнего дизельного топлива в Приморье. Производители заявляют об увеличении поставок, но мощности в пиковый сезон не хватает. Независимые АЗС приобретают топливо на нефтебазах и занимаются его перепродажей. Накрутка может быть довольно существенной. К слову, сейчас за литр дизеля автовладелица дает в среднем 50 рублей. В сентябре на биржевых торгах стоимость зимнего дизельного топлива в течение двух дней биржевых сессий увеличилась с 56,1 тысячи рублей за тонну до 63,1 тысячи рублей. В пересчете на один литр биржевая цена оказалась выше розничной на 5 рублей, что делает покупку дизеля на бирже экономически невыгодной, сказал Владимир Черсков, глава Приморского топливного союза. Производство зимнего дизельного топлива затратнее, чем летнего. Дополнительное давление на цены оказывает вывоз рынка суррогата. Количество поддельного топлива уменьшается, поэтому растет спрос на топливо винков. На качество бензина жалоб не было. Обслуживание быстрое. Как часто заправляетесь? Ну, зимой, конечно, чаще, до двух раз в неделю. По мнению экспертов отрасли, проблема периодического возникновения дефицита моторных топлив на Дальнем Востоке системная и связана с нехваткой нефтеперерабатывающих мощностей в регионе. При потребности в 3 миллиона тонн автомобильного топлива ежегодно в регионе производится только полтора миллиона тонн. Налоговый маневр, увеличивающий фискальную нагрузку на переработку, а также регулирование цен в ручном режиме, сделали инвестиции в развитии нефтепереработки невыгодными, а этот сегмент нерентабельным. Для покрытия дефицита топливо в Дальневосточный федеральный округ доставляется транспортом из других регионов страны, что увеличивает его стоимость из-за транспортных расходов. Одной из мер по ликвидации дефицита, по оценке экспертов, могло бы стать снижение железнодорожного тарифа на перевозку нефтепродуктов минимум до 5000 рублей на тонну, что позволило бы сделать завод топливо из Сибири выгодным. Олег Завьялова, Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на 8.